МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дегистрации рассмотрели события минувшей недели. Состоялись публичные слушания по проекту решения Городской Думы. Полицейские разбираются с новым видом мошенничества. В Усилимске прошла благотворительная акция «Подари ребенку радость». Заложенные сообщения о теракте предлагают лишать свободы на 10 лет, как пишет российская газета, ужесточить ответственность за так называемый телефонный терроризм, предлагают депутаты Госдумы. В ближайшем будущем для общественного обсуждения может быть представлен законопроект, приравнивающий телефонный терроризм к настоящему. Сейчас заложенное минирование вокзала, аэропорта и других крупных объектов могут заштрафовать на 200 тысяч рублей или посадить на 5 лет. В минувший понедельник в администрации Усть-Илимска прошло заседание постоянных комиссий Городской Думы, где был рассмотрен проект бюджета города на 2016 год и другие важные вопросы. Далее в сюжете. На заседании постоянной комиссии по бюджету и финансово-экономическим вопросам парламентариям предложили рассмотреть проект бюджета города на следующий год. Настоящим проектом предлагается по инициативе Городской Думы провести публичное слушание по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска о бюджете города на 2016 год. Стандартное решение, которое мы каждый год принимаем, назначается дата и время проведения публичных слушаний 11 декабря 2015 года в 10 часов, место проведения кабинет 100. Предполагаемый состав участников публичных слушаний, как всегда определяется дебюталка Городской Думы, мэр города, заместитель, начальники постоянно действующих исполнительных органов, руководители управления отдела, жители города, представители общественных организаций, средств массовой информации, другие заинтересованные лица. Предлагается установить для участников и экспертов срок подачи предложения рекомендации по проекту решения до 18 часов 7 декабря. Далее обсудили проект комплексного инвестиционного плана модернизации экономики моногорода Усть-Илимска. Проект депутатам представил Евгений Русаков, заместитель начальника финансового управления по экономике. Рассмотрение данного вопроса обусловлено необходимостью реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Иркутской области, это так называемый план антикризисных мероприятий, который был утвержден распоряжением правительства Иркутской области в феврале текущего года. Немного мы с нашим вопросом задержались в силу определенных обстоятельств и обеспечения наполнения КИПа мероприятиями. Предлагаемые изменения предложены пролонгировать период реализации КИПа на 2015-2016 годы, также скорректировать систему мероприятий с учетом фактической реализации и планированных мероприятий в предстоящий период. Общий объем при этом сохраняется на уровне 3,3 миллиарда рублей, в том числе за счет бюджета города 0,2 миллиарда, за счет областного бюджета 0,6 миллиарда, за счет федерального бюджета 0,5 миллиарда рублей, средства госкорпорации, функции действия реформирования ЖКХ 0,3 миллиарда рублей и прочие источники собственных средств предприятий, привлеченные средства 1,5 миллиарда. Председатель городской думы Виталий Перетолчин на заседании комиссии по уставу, регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественностью доложил коллегам о проекте решения городской думы об утверждении положения о наказах жителей Устилимска. Тут нужны те действия, которые мы в принципе каждый год ежегодно проводим. Это от сбора наказов от избирателей нашего избирательного округа. В момент избирательной кампании мы их собираем во время встреч, во время отчетов ежегодных, которые мы проводим, во время звонков, которые нам поступают от жителей. Мы эти наказы аккумулируем, однозначно это делает каждый комиссии, но только здесь этим проектом решения я предложил бы определить конкретный срок, до какого числа мы их собираем, до какого числа мы их представляем в администрацию города, для того, чтобы администрация города их осметила, вынесла свое мотивированное заключение о целесообразности, либо нецелесообразности, стоит ли делать данный наказ или не стоит, и вообще подлежит ли он, является ли он соответствует ли он действующему законодательству Российской Федерации и нашим муниципальным правовым актам города Усталимска. По итогам заседаний комиссии все проекты были одобрены некоторыми замечаниями и дополнениями. После корректировки они будут вынесены на заседание городской думы. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Инспекторы Усталимской госинспекции по маломерным судам призывают граждан не выезжать на транспорте на замерзающие водоемы. Лед еще тонкий, его толщина в заливах достигает 20 сантиметров. Такой лед не выдержит вес не только автомобиля, но и квадроцикла и снегохода. Инспекторы выставляют знаки, предупреждающие об опасности во всех потенциальных местах съезда машин на лед. Сегодня мы расскажем о том, какие темы обсуждались на очередном рабочем совещании в администрации Усталимска. Смотрите материал нашего корреспондента. Совещание началось с обсуждения протокола прошлой планерки. Затем перешли к текущим вопросам. Первый заместитель мэра довел до сведения присутствующих, что в ближайшее время будет подготовлена необходимая документация по четырем домам для переселенцев. Сейчас там проводится проверка помещений и устранение, если какие-то дефекты обнаружатся, потому что стояли они почти очень долго, чтобы на этой неделе передать все документы в отдел по жилищным отношениям и начать уформление и заселение. То есть срок заселения, мы можем сегодня это просмотреть? Ну, срок заселения, я не знаю, сам процесс, как будет идти, потому что кто-то быстро переселится, кто-то нет, но чтобы расчет такой, чтобы на этой неделе вышло постановление о выделении. Главный врач Центральной городской больницы рассказал, на каком этапе находится установка томографа. Вчера прибыл к томографу, разгрузились, но второй этап, сейчас закладываем стенку, ну, дождались, оказывается, в Сибири бывает зима, зимние работы начинаем мужественно преодолевать проблемы, ориентировочно 10 декабря от поднятия от контракта порядка 15 дней. Ну, естественно, будут штрафные санкции, все, все как положено. Вот это по томографу, по ГБшному. И второй томограф уже поднят в кабинет у Ларисы Сергеевны, проводятся подготовительные мероприятия, к аукциону, к проведению ремонтных работ, то есть, ну, ближе к Новому году, уже запускаем. Далее начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики доложила, как прошло совещание с директором подрядной организации, который будет выполнять работы на стадионе «Лесохимик». В прошлой неделе состоялось совещание с директором «Востройпроекта», где мы определили перечень работ, которые подрядчик готов выполнить за 3 денежные средства, которые он нам должен. В перечень работ вошли проектные работы по укладке футбольного поля с натуральным покрытием, строительство двух трибун с восточной стороны и проектные работы по бассейну «Дельфин». С 2009 года управление пенсионного фонда по городу и району традиционно проводит месяц предпринимателя. В декабре начнется прием в клиентских службах. Подробно об этом рассказала заместитель начальника пенсионного фонда. Тотично работаем с предпринимателем, выдаем им информацию по задолженности и сколько ему необходимо доплатить до конца года. Мы на сегодня в условиях нового программного продукта, очень сложно внедряемого, мы разработали алгоритм, который позволит как можно быстрее собрать, выдать информацию необходимую, рассказать, выдать цифры, квитанции и задействовать большее число сотрудников. То есть три основных и три запасных будут. Кроме того, у нас будут приставы с нами работать, они уже третий год приезжают к нам в клиентскую службу. В этом году они будут по понедельникам и средам принимать на Дружбе 17, первое крыльцо 12 кабинет вместе с нами. Это до обеда, каждую среду, понедельник. Также представители пенсионного фонда будут работать адресно с теми предпринимателями, у которых нет возможности прийти лично. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Администрация Устилимского района обратилась в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта с письмом о содействии в решении вопроса пассажирских перевозок электричкой номер 6568 и 6567 по маршруту Коршуниха-Ангарская-Устилимск. Устилимск-Коршуниха-Ангарская. По пятницам и воскресеньям вагоны этой электрички переполнены. Районная администрация просит либо увеличить количество вагонов в составе, либо заменить два вагона с сидячими местами на два плацкартных, увеличив таким образом количество посадочных мест. Аналогичное письмо подготовила и администрация Нижне-Илимского района. Поездом следующим по маршруту Коршуниха-Ангарская-Устилимск, Устилимск-Коршуниха-Ангарская, пользуются жители поселков Устилимского и Нижне-Илимского районов, работающие и обучающиеся в Устилимске. Вчера в администрации Устилимска прошли публичные слушания, где был рассмотрен вопрос о внесении изменений в устав муниципального образования город Устилимск. Проект решения был утвержден городской думой и опубликован в газете «Устилимск официальный». О том, какие изменения внесены в устав, доложила начальник правового управления администрации города Наталья Погодаева. Предлагается в уставе города закрепить норму в части полномочий мэра города назначать и освобождать от должности первого заместителя мэра города по согласованию с городской думой. Также определить, что при назначении на должность первого заместителя заместителя мэра города, управляющего делами, руководителя постоянно действующих исполнительных органов администрации города Устилимска с ними заключается срочный трудовой договор на срок полномочий мэра города. Проект решения был согласован Управлением Министерства юстиции. Положительное исключение прокуратуры имеется. По итогам публичных слушаний секретарь зачитал итоговый документ, который был принят единогласно. Союз общественных объединений Всероссийский молодежный центр «Олимп» совместно с ведущими вузами Москвы проводят с 8 по 12 декабря 2015 года в столице России форум «Инженер. Профессия творческая». К участию в мероприятии приглашаются учащиеся образовательных учреждений и центров дополнительного образования. Молодежь в возрасте от 14 до 20 лет, увлеченные наукой. Прием заявок ведется до 1 декабря текущего года. Подробности на сайте администрации города. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города запускают интернет-акцию «Должен знать». Ознакомиться с условиями участия в конкурсах и викторинах акций можно в группах управления в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Справки по телефону 593-44. Все чаще злоупотребляя доверием горожан, особенно пожилого возраста, мошенники завладевают их денежными средствами. 20 ноября сотрудники Усилимской полиции столкнулись с новым видом мошенничества. В руки преступников попало более 800 тысяч рублей, которые принадлежали 61-летней пенсионерке. Подробнее об этом рассказала следователь полиции Нина Новаковская. В ноябре 2015 года в полицию города Усилимска обратилась жительница с заявлением о том, что неизвестные лица похитили у нее крупную сумму денег путем обмана. В ходе проверки установлено, что женщине в августе месяце позвонил неизвестный мужчина, представившийся представителем корпорации МММ, якобы занимающийся восстановлением справедливости и возвращающим денежные средства, вложенные много лет назад, с большим процентом, который накопился за это время. Естественно, женщина поверила в это и согласилась на его условия. Условия были таковы, что нужно было переводить неоднократно денежные средства на счет того или иного лица, назывались разные счета, разные люди в счет перевода денежных средств из города в город, страховки, взносов, паевых вкладов и так далее. За все это время, за несколько месяцев, женщина перевела свыше 800 тысяч рублей. Когда ей обещали перевести деньги на следующий день и окончательно, со всеми ее вкладами и с ее процентами, которые она переводила, ей не перевели, она поняла, что ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция настоятельно рекомендует гражданам тщательно проверять информацию, поступающую по телефону от неизвестных лиц, при осуществлении любых денежных расчетов, особенно с использованием банковских карт, быть предельно внимательными и бдительными. Дети вызывают у нас чувство искренней любви, желания заботиться. Маленькие жители планеты нуждаются в том, чтобы взрослые оберегали их от опасностей и бед. Всем знаком июньский праздник – Международный день защиты детей. Но оказывается, есть еще одна дата, может, менее известная, но столь же значимая – Всемирный день детей, отмечаемый 20 ноября. В честь этого коллектив магазина «Любимые дети» провел в своих стенах благотворительную акцию «Подари ребенку радость» для воспитанников Центра социальной помощи семье и детям. Вчера детки из отделения реабилитации с нетерпением ждали гостей. В предвкушении подарков ребятишки даже проснулись пораньше. И вот, наконец-то, на пороге Центра с огромным количеством игрушек появились сотрудники магазина «Любимые дети». Дорогие ребята, здравствуйте! 20 ноября состоялся Всемирный день ребенка. И мы, коллектив магазина «Любимые дети» и все наши покупатели с огромным удовольствием поздравляем вас с этим праздником. И те птички, которые вы сделали своими золотыми ручками, никого не оставили равнодушными. Каждая ваша птичка сохранила тепло ваших сердец. И взамен на это от всех нас мы передаем вам огромный теплый привет и дарим вам игрушки. И хотим, чтобы на ваших личиках всегда были только блестящие глазки, яркие улыбки и слышали ваш звонкий смех. Вы – сокровище нашего мира. Поздравляем вас! Ребятишки радостно встречали гостей. Восторженные улыбки не сходили с их лиц. Жанна Сверидова, сотрудница магазина, рассказала о том, как возникла идея проведения данной акции. 19 ноября по инициативе Центра помощи семье и детям в наш магазин ребятишки принесли самостоятельно сделанные птички. На каждой птичке было написано имя и было написано «Подари ребенку минуту радости». И покупатели нашего магазина, так как магазин у нас все-таки игрушечный и магазин у нас подарочный, нам очень сильно хотелось, чтобы это было именно в нашем магазине. Каждый покупатель, который имел такую возможность, имел такое желание, он брал эту птичку, а взамен клал в коробку любую игрушку, не очень дорогую. Я обязательно подписывала, для кого это игрушка, а птичку забирала себе на память. И вот так как у нас было всего 55 птичек, но, к сожалению, некоторые у нас получилось, что когда об этой акции узнали потом игрушек, вы сейчас посмотрите, игрушек много больше, то есть просто а можно без подписи, а можно без подписи, и поэтому получилось три больших коробки. Очень приятно, что жители нашего города неравнодушны, что всегда очень активно и очень хорошо такие инициативы поддерживают. И приятно то, что ребятишки, когда мы пришли и стали дарить, они были искренне рады. Следует отметить, что сотрудники магазина не просто вручили детям подарки, но и каждому уделили внимание. По словам организаторов акции, подобные мероприятия они планируют проводить регулярно. Следующие стартуют перед Новым годом. Приятно осознавать, что в нашем городе столько неравнодушных людей, готовых подарить ребенку радость. И мы надеемся, что их станет еще больше. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Воспитанники ДЮС США у Стелимского района завоевали на областном турнире по боксу, который прошел в Железногорске четыре золотых и одну бронзовую медали. Чемпионами стали юные боксеры из «Дучанки» и «Железнодорожного». Тренируют ребят Василий Ейников и Сергей Гаврилов. Сообщается на сайте района. Это были события к данному часу. С вами была Анастасия Матвеева. Всего доброго.